всем привет дорогие друзья сегодня 16 ноября вечером уже прохладно время близится к пяти часам вечером уже прохладно каких-то районах турции уже выпал снег и минусовая температура но днем в алании тепло и многие из вас спрашивают что брать в декабре берите с собой теплые ботиночки берите куртки берите кофты в общем днем тепло утром и днем прохладный даже может быть холодно но сейчас я вас приглашаю прогуляться по улицам алании в ноябре просто прогуляться и посмотреть что же у нас тут есть и изменилось ли что может быть что-то новое открылось сейчас мы идем с вами в сторону пятничного базара помните я вам говорила о том что начали пропускать пропускать пешеходов вот меня пропустили наверное увидев камеру но на улице достаточно тепло в футболке конечно же уже не походишь но деревья зеленые красивые и мы направляемся в сторону пятничного рынка вот в эти баки в алании вы можете красать пластик бумагу металл и стекло потом это все отвозят на фабрику и все это перерабатывают к сожалению вот таким вот образом паркуется машина вот как здесь пройти человеку с коляской маме с коляской или проехать на инвалидном кресле это конечно же ужасно многие видите ходят вот с такими вот колясками сумками на рынок но поскольку мы ездим на мопеде с такими сумками мы не ходим днем все магазины открыты кафе и рестораны все открыто а к вечеру конечно же поскольку уже начинается зима сезон закончен к вечеру все закрывается на улице становится пусто сегодня у нас пятничный рынок по ссылке в описании вы можете посмотреть пятничный рынок но сейчас цены показывать я вам не буду потому что они такие же и ассортимент такой же как и прошлый прошлую пятницу ближе к вечеру народу на рынке становится больше потому что все уходят с работы и перед тем как идти домой стараются заскочить на пятничный рынок здесь у нас торгуют женщины деревенские можно у них купить помидорчики апельсинчики почем у нас апельсины а это man мандарины по 2 лиры здесь мы поворачиваем в сторону пятничного рынка здесь находится наш офис во время пятничного рынка очень много стоит мопедов все стараются здесь припарковаться конечно же местные продавцы вот этих магазинов они раньше протестовали ставили швабры какие-то стенды и так далее но ничего у них не получилось все равно народ паркуется на улицах тихо спокойно чувствуется кстати уже зима близится многие местные уже кстати надевают шапки когда вы приезжаете в аланию не забывайте заходить такие магазины как шок бим и а101 многие из вас спрашивали про чайные стаканчики так вот в шоке 6 стаканчиков вы можете купить всего за 6 лет и всегда смотрите вот на таких стендах что привозят на следующую неделю или что будет на этой неделе в шоке можно купить и тапки и обувь и какие-то кастрюли конечно же не всегда это высшего качества но бывают очень хорошие вещи но и конечно же турецкий чай можно приобрести проведу вам вот такой вот небольшую экскурсию осень в турции но и наверное везде но у нас это время скидок когда можно приобрести вещи обувь особенно вещи и обувь летнего сезона с хорошими скидками когда мы покупаем летние вещи мы всегда их покупаем осенью а зимние вещи мы наоборот покупаем весной вот таких вот небольших магазинчик можно приобрести различные сухофрукты орехи приправы и так далее вот видите мальчик в футболке ему не холодно сейчас мы идем на центральную улицу на улицу ата тюрка я выхожу около магазина бренд бокс кстати у них очень классная зимняя осенне-зимняя коллекция кто любит турецкие марки тоже можете прийти в этот магазин местные уже ходят в сапогах но туристы конечно же еще не не одеты и ходят в шортах и футболках сейчас мы идем по улице ата тюрка как вы видите все у нас вот такой вот зеленая зеленая красивая мэрия постоянно обновляет цветы когда цветы отцветают на клубных их постоянно обновляют пересаживают многие спрашивали про аптеки так вот во всех турецких аптеках на все лекарства цены одинаковые нет такого что в одной аптеке она стоит 100 лир а в другой она будет стоить 150 лир такого не бывает какая-то большая группа туристов и здесь мы поворачиваем и идем уже по рынку где также можно купить вещи сумки обувь на общем все что хотите и многие из вас спрашивают про вещевой рынок когда вещевой рынок в алании так вот вот этот вещевой рынок в центре алании он находится с двух сторон вот этот вещевой рынок он здесь постоянно он никогда никуда не уезжает в описании к этому видео также смотрите ссылки на все продуктовые рынки потому что в отличие от вещевых рынков продуктовые рынки в алании постоянно переезжают с места на место сегодня у нас с вами небольшая такая прогулка ничего особенного конкретного просто показываю вам атмосферу сейчас мы пройдем через рынок и я уже пойду в офис чтобы поработать до конца рабочего дня свежая красивая кукуруза вареная кукуруза всего 1 лира здорово 6 штук 5 лир ну в общем можно купить и варить варить кукурузу дома апельсины красные 2 лиры айва продаются приправы орешки ммд эмс можно купить ну вот скажу вам цены на орехи 75 180 лир килограмм есть различные сухие фрукты но и конечно же сейчас время гранатов гранат стоит 4 лиры клубника клубника у нас уже теперь круглый год 8 лир поменьше и 10 лир крупная клубника кстати надо будет мне тоже купить айва патли лиры груши ну в общем рынок такой же как и как и в прошлые прошлые разы в общем вот такая небольшая прогулка у нас с вами получилось я надеюсь что я передала вам атмосферу что что же у нас происходит в алании в ноябре ну и конечно же если вас интересует температура воздуха воды все смотрите в описании все ссылки есть в описании обязательно заходите переходите по ним официальные ссылки метеорологического института турции ну и конечно же приезжайте в алании вы можете приехать на новый год у вас еще есть время забронировать отель ну и конечно же начинайте уже бронировать отели на лето если вы приедете своим ходом потому что чем раньше вы начинаете бронировать тем конечно же дешевле если вы хотите что чтобы я вам раскрыла какие-то секреты самостоятельного отдыха и бронирование отелей и билетов подешевле вы можете написать в комментариях если вам будет интересна эта тема самостоятельного отдыха в отелях например all-inclusive или в отелях апарт апарт в апарт-отелях где есть кухня, комната, гостиная где вы можете самостоятельно готовить еду пишите в комментариях все ваши пожелания ну а после этого видео вы увидите видео из города которое находится недалеко от Аланьи но там температура достигает минус 2 градусов ночью выпал снег поэтому мы едем в зиму ну а на сегодня я с вами прощаюсь всем всего хорошего пока пока